Желудочковая экстрасистолия — несменный признак экстрасистола, укороченный интервал сцепления. Для желудочковой экстрасистола характерна полная компенсаторная пауза. Зубец P может быть синусовым, следует до комплекса QRS или наслаивается на комплекс QRS или сегмент STT. Либо зубец P может быть ретроградным отрицательным во втором, третьем и положительном ВВР, исследовать после комплекса QRS. Это зависит от того, провелось ли возбуждение от желудочков на предсердие и деполяризовался ли, или, точнее сказать, инактивировался ли синусовый узел. Если синусовый узел не инактивировался, тогда вы будете видеть синусовый комплекс до комплекса QRS, или он будет наслаиваться на комплекс QRS, но это не будет означать, что комплекс зубец P провелся на желудочке. Либо в случае, когда предсердия возбуждаются от импульса, который родился в желудочке, вы будете видеть ретроградный отрицательный зубец P во втором, третьем АВФ положительный ВВР. Это значит, что синусовый узел подавлен импульсом, который исходит от желудочков и распространяется снизу вверх, инактивируя синусовый узел. При этом особое внимание на конфигурацию и широту комплекса QRS, они широкие, больше 120 миллисекунд. Они деформированы по типу блокады правой и левой ножки пучкогиса, или не специфически деформированы, и за ними следует дискордантное изменение сегмента STT. Как это выглядит на электрокардиограмме? Вот вы видите второе стандартное отведение. Комплекс QRS широкий, деформирован. Видите, как он отличается от синусового возбуждения желудочков. Он шире, и он деформирован. То же самое касается и вот этой экстрасистолы. При этом вы не видите комплекса предсердного зубца P, хотя можно предположить, что он зарыт где-то в недрах комплекса QRS, но это не имеет большого значения. Это желудочковая экстрасистолия. Если поглядеть на нее сблизи, вы видите опять же несменный, я уже много раз назвал это, сказал это слово, бессменный признак экстрасистолии, укороченный интервал сцепления. Вы видите полную компенсаторную паузу, когда складываете расстояние от экстрасистолического комплекса до следующего сокращения, и от экстрасистолического комплекса до предшествующего сокращения, получая 2080 миллисекунд, оно равняется двум расстояниям от нормального до нормального зубца R, синусового ритма. Вы констатируете полную компенсаторную паузу. При этом зубец P не виден и QRS расширен, как мы уже сказали. Это экстрасистолии из желудочков. Продолжение следует...